В три часа утра к рынку подъезжают десятки полицейских автозаков. Периметр рынка блокируется бойцами Росгвардии, а на территорию заходит ОМОН. По одному и тому же сценарию в Москве уже второй день подряд проходят массовые рейды. После вчерашних задержаний на рынках Люблиной и Садовод силовики сегодня переключились на оптово-продовольственный рынок Фуд-Сити. По словам очевидцев, силовики вне зависимости от наличия документов загоняют мигрантов в автозаки и развозят по ближайшим отделениям полиции. В основном это мигранты из Средней Азии. Например, вчера посольство Кыргызстана в Москве выезжало в Люблино, где торговый комплекс Москва. И они сказали, что около 50 граждан Кыргызстана были освобождены после проверок их миграционных документов. И на самом деле можно говорить о сотнях задержанных мигрантов во время этих рейдов. Такие рейды сейчас проводятся не только в Москве. Вчера в Санкт-Петербурге тоже проводился масштабный рейд на Софийском рынке и в Екатеринбурге. Там на рынках Таганский ряд и Новомосковский тоже проводились такие рейды. Точную причину проведения столь массовых рейдов в московской полиции не комментируют. Я в паблик выдан. Ко мне нечего сказать. Российские СМИ связывают задержание с профилактикой нарушений в сфере миграционного законодательства. А вот издание «Комсомольская правда» сообщает, что акция силовиков последовала после стычки двух разных групп мигрантов, где стороны, помимо подручных средств, использовали ножи и даже огнестрельное оружие. Еще есть такой разговор, что будет идти передел ринка именно среди грузчиков. И для этого проводят акт устрашения или там перезнакомых там какой-то. И поэтому цель выбрана именно представителей, которые работают в сфере уборки, там грузчики, да, которые выполняют такую работу специфическую. И в то же самое время это один из самых заходных частей, которые на ринге заходных рабочих мест. В качестве одной из причин массовых рейдов ряд СМИ также не исключают бизнес-фактор. Рынки принадлежат к влиятельным холдингам. Так, рынком садовод владеют компаньоны опального ныне бизнесмена Тельмана Исмаилова, который находится в бегах.